Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Иоганна Себастьяна Первый Циничный. Меня зовут Фрол Старый, некоторым из вас я уже известен, потому что для Первого Циничного, а именно для рубрики Трэш ТВ, уже запиливал несколько сюжетов. И сегодня будет еще один, тоже, на мой взгляд, трэшовый, и в конце я объясню почему. Значит, в начале, что хочу рассказать. История эта началась в 2013 году, в октябре, в конце октября, либо же в начале ноября, точно я уже не помню, потому что минуло аккуратно уже 7 лет. Ну, в общем, начну по порядку. Значит, познакомился с одной девицей, девчонкой, девушкой, которая написала мне на сайте знакомств, на христианском сайте знакомств Инвиктори, если кто-то знает, существует такой сайт, где люди ищут любовь. Ну, назовем это так. И, собственно, я тоже некоторое время там присутствовал, но, по-моему, пару лет тому назад я был заблокирован этим сайтом за то, что высказал одной ЧСВшнице, ну, все, что я о ней думаю. Но история не об этом. Значит, далее. В 2013 год, июль месяц, пишет мне одна девчонка, ну, вроде так, симпатичная, на внешку, такая, на мой взгляд, даже показалась не милой. Сама мне пишет, то есть первая написала. Ну, это уже, в принципе, необычно для меня, но, тем не менее, я это воспринял как положительный фактор. Далее у нас начала развиваться переписка. В переписке она мне показалась достаточно эрудированным, ну, интеллигентным человеком, как казалось мне тогда. Но смущал меня лишь один единственный факт. И факт заключался в том, что девушка указала в своем, ну, в месте проживания указала Сан-Франциско. Разумеется, после некоторого общения я задал ей вопрос, это действительно ли живешь в Сан-Франциско? Потому что бывают такие случаи, когда некоторые, ну, собственно, указывают какие-то мифические, вымышленные города для того, чтобы, ну, набить, так сказать, себе цену. Но оказалось, что нет, она действительно проживает в Сан-Франциско. Она из страны ближнего зарубежья, именно из Украины. На тот момент, да, не, 15 лет назад всей семьей переехали, перебрались в Соединенные Штаты. И вот она в Сан-Франциско сейчас проживает, снимает где-то квартиру. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, что насчет меня? Разумеется, я на тот момент уже, ну, был, так скажем, на пути к прозреванию. Нельзя сказать, что я тогда полностью избавился от эллинизма, но после некоторых трэшовых отношений в моей голове начала зарождаться мысль о не быть им ни одному. То есть, фактически я был на это настроен. Плюс ко всему, если учесть тот факт, что женщина, девушка это проживает в Америке, мне показалось, что совершенно будет немыслимо, если она приедет сюда. А уж мне получить американскую визу, ну, совершенно было невозможно. Ну, это невозможно и сейчас для меня, но на тот момент это было крайне просто невозможно. Потому что, во-первых, я не имел постоянного дохода, я не был женат. Я имею в виду сейчас туристическую визу, не был женат. Постоянной работы у меня не было. Сами знаете, что американская виза просто так не дается. Ну, и действительно я подумал о том, что общение у нас, ну, скорее всего, сойдет на нет. Однако, по прошествии где-то полутора месяцев общения она мне заявляет, а как ты отнесешься к тому, если я к тебе приеду? Вот здесь я был действительно ошеломлен, потому что мне, в принципе, раньше никто такого не предлагал. А уж если из Америки, здесь, конечно, ну, ошеломлен, это мало сказано. Ну, разумеется, я отреагировал положительно, то есть я дал ей свой ответ, сказал, что да, если хочешь, можешь приезжать. Приехала она, как я уже говорил, либо в конце октября, либо в начале ноября. Я встретил ее с поезда, она летела самолетом из Сан-Франциско до Москвы, потом почему-то, не понимаю, почему с Москвы и до Ростова она летела. Я не понимаю, почему она не летела до Волгограда. У нас есть с Москвой авиасообщение, ну, ладно. Значит, у нас с Ростова почему-то решила ехать на поезде. Приехала она на поезде, я ее встретил. Надо сказать, что разместил я ее у одной из своих знакомых, потому что у меня дома размещать было не вариант совсем, и пришлось разместить ее, значит, у одной из своих знакомых. Там она и жила. Прилетела она на две недели, эти две недели мы гуляли по нашему городу, то есть я ей показывал Волгоград, его достопримечательности. Ну, достопримечательностей здесь не так уж и много, разумеется, мы посещали какие-то кафешки. Что меня еще поразило и удивило с положительной точки зрения, это то, что она не требовала за нее платить. Здесь мне подумалось, что в Америке, наверное, она уже опылилась от американок, наверное, она уже ассимилировалась там, потому что я был наслышан о том, что, ну, американцы это, и американки это не наши бабы, то есть они не требуют, чтобы за них башляли, чтобы им оплачивали их счета. И здесь, разумеется, я был, ну, в положительной степени поражен. Значит, она за себя платила. В некоторых случаях она даже платила за меня. Мы с ней ходили в кино, когда я хотел заплатить, например, она говорит, да нет, все нормально, it's okay, it's okay, говорила она, потому что у нее уже был некоторый акцент. Ну, за 15 лет, сами понимаете, она ассимилировалась. Платила, платила за меня. Но прикол весь в том, что я не могу сказать вам, комраду, что она понравилась мне. Ну, не было такого. Не могу сказать, что меня торкнуло что-то, либо же я был как-то ей, ну, вот, ну, знаете, как когда екает что-то. То есть это не гормона, а в принципе вот что-то должно быть большее, нежели просто хороший человек, да. Разумеется, она мне показалась положительной, со всех сторон положительной, но как девушка она меня почему-то не привлекала, когда я ее увидел. То есть фотки у нее были одни, по факту получилось совершенно другое. У нее был явный, ну, небольшой, но, скажем, лишний вес. Для меня это, к примеру, на тот момент было, ну, одной из основополагающих факторов, чтобы девушка была спортивной. То есть она, я сам человек спортивный, люблю заниматься спортом, веду активный достаточно образ жизни. Ну, и, естественно, для спутницы мне хотелось бы этого. Ну, что ж, гуляли мы, гуляли. Надо сказать, что две недели, которые здесь она пробывала, для меня, ну, вот конец уже как пытка становилась. Потому что я на тот момент работал, ну, если откровенно и честно сказать, батраком. То есть просто работа на стройке, более того, на улице. То есть после каждого рабочего дня мне приходилось ломиться со всех ног сначала домой, принимать душ, потом ломиться к ней, гулять. Ну, то есть это как бы такой достаточно напряженный график. Ну, в общем, подошло время, когда я ее провожал. Она, опять же, на поезд, она, на поезде, по-моему, решила ехать до Москвы. Приехал я на железнодорожный вокзал. Ну, мы с ней попрощались и договорились о том, что, когда она прилетит обратно в Соединенные Штаты, она мне напишет, ну, и мы продолжим свою переписку и дальше определимся с нашими отношениями. Разумеется, на тот момент у меня возникла мысль, что отношения я с ней никакие выстраивать не хочу. Ну, не понравился она мне, комрады. Ну, вот интересный факт в том, что, когда она прилетела обратно, я переписывался с ней на тот момент уже на сайте Одноклассники. И через три дня, когда она прилетела, то есть после того, как я ее проводил, я увидел сообщение от нее с огромным шквалом негатива в мою сторону. И вот в этом заключался самый трэш. Значит, я был обвинен в том, что я недостаточно активно ухаживал за ней. Я был обвинен в том, что я позволял ей платить за себя. В некоторых случаях я уже говорил. Я был обвинен в том, что я не пойми, кого из себя строил, хотя я изначально ей сказал, что я практически нищий человек. То есть нищий человек кого-то из себя строить, но не может априори. Поэтому, разумеется, это обвинение, которое она мне предъявила, я не воспринял. И более того, я ей сказал, что послушай, как ты можешь обвинять меня в том, чего я не делал. Почему произошло следующее? Почему здесь она вела себя как паинька, но прийдев в Соединенные Штаты, она стала вести себя, ну, значит, диаметрально противоположно. Все дело в том, что у нее достаточно большая семья. Помимо нее, у нее есть еще 4 или 5 братьев-сестер. То есть семья такая, знаете, баптистская, как будет правильно сказать. У баптистов, ну, как правило, у них много детей. Но самый трэш, почему эта история трэшовая, почему я записываю именно для трэш-тв? Самый трэш заключается в том, и самый негатив в том, что на тот момент ей было порядка 25 лет, и она до сих пор, до тех пор слушала свою мамашу. Она была полностью привязана к мнению матушки. Она была от него настолько зависима, что, знаете, до тошноты. Значит, обо всем о том, что она мне предъявила, то есть все те вещи, которые она сказала мне в мой адрес, это было, то есть со слов ее матушки, со слов ее мамаши. Вот это и самый трэш. Понимаете, я поначалу немножко был обескуражен той ситуацией, ну, как она себя проявляла. То есть я подумал, что это, на самом деле, адекватный и годный человек, как сейчас принято в мужском движении говорить. Но я дико ошибался. Все-таки бабы с постсоветского пространства, бабы, которые родились либо в России, либо в Украине, или в Белоруссии, там, и так далее, и тому подобное, они не меняются. Понимаете, вот эта вот зашкварность, которая в них присутствует изначально, она никуда не девается. Она в них так и остается. Более того, она еще подогревается мамашами, которые льют им в уши, они свои собственные отношения разваливают. Вот как мне эта девчонка рассказывала, что папа у них в семье, он, собственно, вообще никакого веса не имеет. Его слово, оно, ну, знаете, гроша ломаному не стоит, как принято говорить. То есть всем руководит мамочка. И мамочка руководила, чтобы эта дочка высказала мне все, что обо мне думает. Хотя, еще раз подчеркну, что вначале она говорила одно, а по факту потом получилось другое. И самое, наверное, смешное в этой ситуации в том, то, что она мне заявила, «Почему ты не подарил мне кольцо?» «Почему ты не подарил мне кольцо во время моего пребывания в Волгограде?» Ну, кольцо имеется в виду о помолвке. То есть, как обычно молодой человек дарят девушке для того, чтобы она стала его женой. Естественно, поверьте мне, друзья, я вот на тот момент уже был на пути вот этого прозревания, и я понимал, что какое кольцо, о чем речь. У меня и в мыслях не было. Ну, во-первых, она сама предложила мне прилететь, ну, чтобы она прилетела сюда. Я ее сюда не звал, ну, вот положа руку на сердце. Я просто общался, я понимал, что общение, скорее всего, сойдет на нет через какое-то время. Ну, ладно, предложил, прилетай, ну что, я тебе откажу, я тебя поселил там, жила бесплатно даже. То есть, моя знакомая с ней не взяла ни копейки. Что не понравилось? Что я не подарил ей кольцо, не предложил ей какое кольцо. Я на тот момент, я говорю, что уже мысль у меня в голове начала зарождаться, что я и жениться-то не буду. А здесь вот такой вот казусный фактор. Ну что ж, наверное, многие из вас или некоторые из вас скажут, что это недостаточно трэшовая история. Нет, поверьте, эта история может быть даже трэшовее всех остальных, которые я уже на своем канале для Иоганна запиливал. В том, что баба, ну, я уже и говорил, она полностью зависима от мнения своей мамаши. И это печально, как говорится. Друзья, если видео вам зашло, если вы тоже с подобными ситуациями сталкивались, то поставьте на него лайк, подпишитесь на мой канал. Если угодно, Иоганну он оставит ссылку на мой канал. Меня зовут Фрол Старый. Собственный канал так называется. Подпишитесь на канал Иоганна Себастьяна, на Первый Циничный. Давайте вместе будем избавляться от ленизма. Вместе будем рассказывать вот такие вот истории поучительные, которые, ну, знаете, как говорится, на чужих ошибках проще учиться, чем на своих. И действительно лучше не допускать своих ошибок, потому что это может аукнуться в будущем очень серьезными утратами. Спасибо, что смотрели. Меня зовут Фрол Старый. И увидимся с вами, наверное, в следующих роликах.